дорогие приветствую всех на нашем эфире сегодня у нас эфир с андреем александровичем тюняевым в скором времени я его набираю и собственно говоря сейчас пока что попрошу вас написать насколько хорошо вы меня видите и слышите все ли в порядке со связью так я сейчас пока посмотрю онлайн для андрея александрович андрей александрович если вы здесь выходите пожалуйста со своей основной странице так сейчас я гляну взяла другой телефон сюда как удобно все-таки быть с двумя телефонами так не вижу чтобы андрей александрович был в сети или в сети как правильно но в любом случае сейчас я пришлю запрос а дальше мы посмотрим с вами как получится так всех приветствую я уже тут разучила и так давно эфиры не проводила что уже разучилась махать хотела нескольким людям помахать но не получается зато банить думаю придется очень многих я вижу уже набеги есть думаю понимаете о чем я последнее время на эфирах нет покоя определенные набеги со стороны ботов эфира у нас сегодня интересные темы по текущим ситуациям скажем так естественно мы не сможем говорить как-то так знаете открыто прям отвечать на вопросы открыто сами понимаете сейчас это очень опасно нужно даже не просто получить от каких-то там государственных служб и даже от обычных ботов от людей от наемников и так далее поэтому сейчас пока очень опасно что-то говорить открыто это когда все уладится уже постфактум можно рассказать как оно все было но я вообще то в клубе даю информацию для игроков то есть те кто в клубе они уже знают в примерно что будет ну а тот кто не вступил значит не так важно значит собственно говоря вам нужно брать где-то в других источниках информацию всех приветствую попробую еще раз набрать андрея александровича что-то пока не получается может альтернативную историю попробовать просто андрея александровича есть еще один канал для эфиров может быть получится с этого канала кто знает сегодня я хотела бы обсудить такие темы сейчас я вам зачитаю что у нас тут есть чтобы вы примерно представляли у меня уже хранилище заполнено в телефоне очень давно вечно всплывает это уведомление хотели обсудить текучее положение финансов в мире растущей цены и так далее обвал доллара естественно тоже очень интересно и неожиданно по крайней мере для меня потом далее в какой стране придется тяжелее всех скором будущем а кому наоборот кого может быть не затронет так дальше какие меры должен для себя предпринять каждый человек чтобы его не затронули мировые конфликты элит я думаю вы понимаете что сейчас просто раздел денег и ресурсов между элитами люди здесь ни при чем они просто как предаток для того чтобы эти конфликты можно было как-то разруливать как это было и всегда впрочем дальше какие технологии в скором будущем нам откроются как оградить себя от информационных вирусов если какие-то физические или энергетические средства по мнению андрея александровича и также мнение о трех ангелах из библии которые вострубили да и конец игры как я сейчас понимаю вострубили уже два ангела ведь по сути да тот кто писал библию судя по всему является одним из режиссеров нашей игры и он прекрасно отыгрывает они прекрасно отыгрывают свой сценарий так что у них все разложено по полочкам а кто-то верит что это как бы какое-то пророчество лично я считаю что это такая достаточно наглая лицемерная игра которая описана как знаете помню был дух времени фильм где было сказано что чтобы вы не делали ничтожные людишки финал будет такой как мы сказали ха-ха-ха но в принципе так оно и происходит мы с вами находимся в чужой игре где заранее прописан исход как вот в картах иллюминатов потом в симпсонах думаю вы уже давно заметили что все что там принципе нарисованное декларируется она сбывается прекрасно так попробую еще раз набрать андрея александровича почему-то я его не вижу онлайн не там не там не могу понять может быть андрей александрович не успел доехать до дома или же какие-то проблемы со связью пока что понять не могу попробую еще раз основную страницу набрать а потом вторую ну мы можем пока что перейти к описанию первого вопроса вы можете задавать пока что свои вопросы я могу высказать аккуратно свое мнение вот чтобы вы скажем так не сидели кажется не скучали пока андрея александровича нет вот первый у нас вопрос чтобы обсудить текущее положение финансов в мире и растущие цены напишите пока что вот откуда вы и как у вас поменялись вообще цены и в основном на что повысились лично я скажу о себе да я в соединенных штатах америки я заметила что цены возросли где-то еще полгода назад вроде бы как кроме как на бензин особых повышений я не чувствую но еще полгода назад возросли цены примерно но на 50 не на 50 процентов на процентов 30 точно возросли цены причем на все на продукты на отеле как бы цены просто возросли вот процентов на 30 до где-то так ну до 25 может минимум то что сейчас я не вижу пока может быть еще не успели возрасте но они возросли полгода назад и как бы все и держится так вот это я могу сказать точно ну и бензин сейчас только подорожал для вас вообще это все ощутимо то есть вы пострадали из-за этого или нормально как бы пока еще терпеть можно я пью энергетик потому что я сова мне пришлось очень рано встать сегодня поэтому уже второй стакан энергетика пью я бы вам показала она у меня короче говоря сейчас не здесь видимо гораздо дальше стоит санкт-петербург цены на продукты повысились аренда квартир упала вроде бы в течение месяца буду менять квартиру круто вот это классно когда хоть что-то падает на фоне растущих цен пока что я этого не замечаю сша какие-то такие дерзкие все повышается повышается но на мне это принципе не сильно отражается конечно когда ты тебе нужно платить например я же постоянно путешествовать за жилье гораздо дороже чем раньше это конечно не очень приятно но сказать что я от этого страдаю пока не могу так что ты тут снова с этой маской стряслось не понимаю вот что иногда происходит с этими фильтрами а пусть уже будет такой наверное так в россии всегда все страдают не но это понятно это как бы менталитет такой именно поэтому я решила когда-то переехать в другие страны я жила и в россии и в украине и до люди недовольны и я считаю что это больше именно и складывается из этого недовольства все остальное потому что даже взять даже в такие бедные страны как индия не там извиняюсь в таком говне сидят и все равно духом не падают однажды я была в бирме это такая знаете сейчас это называется мьянма это такая страна тоже полуиндийская полуазиатская полу мурсельманская и там действительно вот там я действительно чуть не впала в депрессию там во первых бедная страна и люди еще и тоже в полной депрессии намного хуже чем в россии в россии вообще нормально я поездила по всему миру прошу сказать где я не было чем где я была так вот могу вам сказать что в россии нормально живут люди бедные районы и города окраины есть везде поверьте поэтому это чисто менталитет вот если бы вы побывали в мьянме до в бирме вот тогда вы бы поняли что такое жить плохо или в индии вот это действительно плохо это ужас поэтому жаловаться думаю не стоит турция подорожала мясо сок хлеб сыр бензин сигареты дорожают каждую неделю уже есть конечно это с тех пор как вот эта ситуация началась или раньше потому что в сша это за полгода началось я еще такая думаю почему так вы друг цены подорожали потому что но как бы я прихожу в магазин знаю что сколько стоит и тут я смотрю все так внутри доллара взлетела ну что такое три доллара ничего но если ты на покупаешь на неделю продуктов да ты накупаешь процентов на 30 дороже я не сказала бы что ты на мне как-то отразилось но как бы я это сразу заметила это не заметить нельзя у нас норвегии сразу после нового года а стали приходить бешеные счета за электричество раза в три ого за последний месяц дизель дошел до два с половиной доллара за литр одежда подорожала процентов на 20 да уж это конечно неприятно вообще на ровном месте ужас людей давно надо было встряхнуть как старый палац обжираловка потребляться нужно остановить в этом смысле я с вами согласна просто когда все хорошо люди впадают забвение знаете как лечь на диван и сидеть лежать смотреть новости ни о чем не думать вроде все хорошо когда начинаются встряски то человек у него хоть как какое-то переосмотрение ценностей наступает так что в принципе мне даже по своей жизни это заметила когда у меня все хорошо я начинаю деградировать поэтому иногда когда начинаются какие-то проблемы я даже думаю признаюсь себе ой классно что это началось иначе бы я даже не заметила что у меня вообще-то проблемки на фоне вот этого всего прекрасного так скажем в кавычках состояния когда все в достатке все прекрасно внутри извиняюсь разруха полнейшая и деградация так пробую еще раз набрать андрея александровича никак мы не можем до него дозвониться что делать не знаю но будем сейчас дальше обсуждать чтобы не терять пока что время все подорожало после нового года вот интересно то что все пишут что подражал только недавно в сша еще полгода назад отеля когда взлетели но мне кажется месяца четыре точно как уже отеля взлетели почему не только отеля но и rnb почему я об этом говорю потому что я постоянно переезжаю я на одном месте не живу поэтому как бы я знаю сколько каждый отель стоит так вот просто вшивый как он там называется мой самый один из нелюбимых отелей уже называется забыла на самые дешевые отели сша так хочется название назвать но я я не могу вспомнить american express нет не american express чуть повыше но в общем отель который стоил всегда ну максимум 120 долларов сейчас стоит 250 а то и 300 вы можете себе представить вообще я такая смотрю вот этот вшивый отель стоит такие деньги а я там никогда не останавливалась но представьте себе теперь сколько стоит отеля уровня ну в того уровня на котором я останавливаюсь но это конечно не очень приятно согласитесь ну а что делать приходится для сори за мат иногда приходится за неделю тратить больше двух тысяч долларов за проживание но это блин реально не очень-то я скажу вам это еще самый минимум в москве выросли цены на все но ничего ищем альтернативы не так все плохо главное что англичия есть согласно с вами вообще я лично такой человек который на еде может просто супер экономить мне вот реально хватает каши какого-то овоща и специи все я могу спокойно сидеть на этой каши сколько угодно я вообще не испытываю никаких проблем от этого поэтому экономия на еде это супер на самом деле до в индии сейчас секунду на главном жидей вокзале бомбея ходят в туалет прямо на рельсах перед всеми спят по кодам в зале вокзала весь полустан людьми да и я помню когда я прилетела впервые в индии у меня такая была моральная травма вообще когда это все увидела еще когда ходишь просто даже вот по какому-то нормальному городу типа дели постоянно по дороге пристают попрошайки и они вообще не отстают то есть если вы ходите целый день часа три просто смотрите достопримечательности эти нищие просто ходят за вами если вы заходите в ресторан они сидят и ждут когда вы выйдете пока вы не дадите им деньги они от вас не отстанут это конечно ужасно короче говоря я всегда любила индию до того как я в нее попала когда я попала в индию я еще такая прям мощная я туда три раза летала нет первого раза не хватило из каждым разом у меня все больше возникало отвращение к индии и больше последний раз когда я попала на гуа и за мной увязалась тайка озабоченных индусов когда фоткалась на пляже я их посылала я так и показывала я на них орала что я только не делала они не не отходили от меня как обезьяны стояли и фоткали меня несмотря на то что рядом был мой муж и он их отгонял они ничего не понимали как сумасшедшие такие знаете обкуренные зрачки и ходят латк с как этим фотоаппаратом фоткают меня это было жутко я поняла что это вообще не люди это зомби и я такая думаю все я больше никогда не полечу в индию спасибо пускай дальше как-то не знаю развивают свое сознание если они так относятся к людям то я не хочу вообще с ними никак контактировать молдове все подорожало полгода назад на 30 процентов вот как у нас интересно сейчас опять все дорожает продукты услуги вода газ электричество подорожание заметно еще не закончилась цены меняются каждую неделю значит скорее всего и у нас еще тоже будут подражание жесть конечно особенно учитывая то какая сейчас нестабильная ситуация для заработков то увидите дестабилизирует все состояние в мире а кто-то заметьте сейчас набивать свои карманы вот это наверное самое обидное кто-то сейчас сидит и набивает свои карманы ну сами понимаете за счет чего за счет нас конечно с вами и за счет убийства людей не без этого так попробуем набрать вторую страницу андрея александровича альтернативная история блин как жаль и конечно мне уже такое впечатление что ничего ничего не получится сегодня кстати средства гигиены в россии мужчины скупают большом количестве прокладки продают женщинам немного дороже я конечно в шоке да но уже видите дошло до такого что люди начинают такими делами странами промышлять мотель 8 нет нет мотель 8 я вообще никогда не была ну блин могу представить что там что-то связано с америка это название что-то связано с америка америка нет не америка нас экспресс да я сейчас зайду в букинг посмотрю мне вот самое интересно это кстати не самый худший отель он такой достаточно чистый достаточно такой там новый всегда ремонт но я его просто не люблю для меня это как показатель самого дешевого отеля но не для бомжей для нормальных людей для бомжей это вот как так как раз мотель 8 но не для бомжей конечно для такого низкого уровня людей которые работают но суп супер супер низким обслуживающим персонажем я думаю вы понимаете о ком я просто не хочется назвать скажем так название чтобы никого не обидеть ну реально ничего в этом конечно такого нет но это уже просто за пределы бедности так букинг сейчас как я могла забыть это название я просто томатила останавливалась несколько раз в жизни это в мексике когда не было вообще ничего приличного и такое же думаешь ну извините на безрыбье и рак рыба уже можно и там остановиться вот из таких кстати более менее нормальных как мне кажется это из самых дешевых да но при этом не самых ужасных это лакинта у меня недавно такой такая история произошла я вот не помню лакинти или нет типа а типа лакинта отель был по моему даже в лакинте такое у меня произошло вы себе не представляете я если честно была очень но я очень испугалась по правде говоря в общем я пошла в магазин и возвращаюсь смотрю а у меня на полу какие-то капли белые как от и звездки или от краски от чего я вообще не поняла что это просто капли шли из ванной вот так вот я же на стену как будто кто-то так вот чем-то хрясь я не обратила внимание муж подумал что это я чем-то накапала я подумала что он как-то это все ушло на периферию а когда мы ночью спали после одной практики правда очень такой мощный и очень странный вдруг кто-то начал ломиться просто открыли дверь со всей силы а у меня с другой стороны замочек стоял и вы знаете интересно что если бы этот замочек не стоял кто-то бы вломился в мой номер я вообще так честно говоря испугалась из парсоний закричала но это не остановило этих не знаю кто это был и они еще раз попытались открыть дверь а потом когда я встала они убежали вот такое представляете себе страшно так я так и не нашла отель потому что мне тут предлагают оценить там что-то а мне нужно ввести ввести какой-нибудь город ну вот например сейчас веду посмотрим да что что-то не могу не могу понять что тут можно ввести ну давайте попробуем какой-нибудь такой знаете город чтобы там было мало отелей чтобы не нужно было долго искать так 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 а вот еще есть аромада нормада пониже чем на кинта но это я не про это все равно все равно не про это вот еще есть очень дешевый отель days in это за чертой бедности но в таких я считаю останавливаться это уже знаете самый-самый такой предел вот такие отели в которых я чаще всего останавливаюсь это хэмптон это хилтон это которая сейчас называется на букву м м не помню но вы поняли да что имеется ввиду хом вот еще неплохо хилтон редисон это тоже уже на грани на грани но все равно для меня редисон получше чем сейчас я найду обасть вестерн еще тоже на грани холиды и наконец-то холиды и вот этот отель холиды и но вы знаете в таких более таких глубин как он нормально стоит но как правило все мои такие рыбные дни на выходных он может доходить до 300 долларов холиды и я в шоке просто в шоке честно третье испытание будут катаклизмы говорят что да катаклизмой голод я думаю для многих голод будет это хорошо если просто не будет каких-то булок я не знаю каких-то излишеств но будет хотя бы самое такое основное крупа что какие-то сезонные овощи может быть это это будет наоборот во благо я считаю да если ничего не покупать то цены нормальные выпуски на переезжайте а не снимайте квартиру дома или в сша да я переезжаю более того из штата в штат поэтому нет смысла что-то покупать тем более сейчас вообще я хотела купить открыть отели отельный бизнес но сейчас такая нестабильная обстановка в мире что все мои планы они просто затормозились и это ужасно то что ты просто теряешь время впустую и сыновка обстановка не стабилизируется это конечно но это неприятно ты как бы сейчас живешь и теряешь время впустую и не реализуешь свои планы что вы скажете насчет анализов проверяйте свои и доверяйте ли системе нет я вообще не обращаюсь к врачам не проверяю никаких анализов ничего даже если у меня какая-то проблема со здоровьем я не иду к врачу решаю самостоятельно и всегда хорошо единственный врач кому я обращаюсь это стоматолог до женщины сейчас получают скажем так проблема от того что не могут сделать уколы красоты в россии да очень интересно но наконец-то женщина станет более красивыми потому что этими уколами они себя уродуют поэтому это только плюс наконец-то возродится истинная красота потому что эти уколы я не знаю я не могу смотреть на девушек которые делают уколы это просто ужас это ну невозможно смотреть на это давали ли я деньги этим не ищем не помню даже вроде бы как нет потому что они меня разозлили тем что они цеплялись ко мне нечего было лезть спасибо за клуб зачистка меня нет зависимости от еды теперь благодаря вам спасибо большое дорогая я тоже так счастлива что мне вообще нет зависимости от еды это очень круто ты вроде бы как одесситка я жила в одессе больше десяти лет до прекрасный город я очень надеюсь что он сохранится потому что у меня были очень плохие видения на счет него об этом я уже рассказывала откуда валерия читать сообщение вот прямо отсюда и читаю просто немножко позже чем вы пишете очень ждем что получится многие продукты которые не зависит от санкции запада сами поднимают цены нам не нужен внешний враг мы сами себя убьем в итоге ну да это ужасно то что ну вот люди реально не знаю они пытаются заработать на несчастье других это отвратительно так давайте тогда перейдем может быть хотя нет давайте обсудим все таки что вы считаете будет после поднятия ну после того вообще как сейчас вы видите тенденцию какой пытаются избавиться от доллара вот как вы считаете дорогие что будет после того как это все разойдется очень серьезно чем это всем чем это грозит нам всем это вроде как 4 всадника болезни война голод и смерть ну просто понимаете где голод там и смерть так что можно считать что первое второе вторые пункты то есть видите какой сценарий изначально прописали для этой игры и как раз вчера это обсуждалось с игроками нам изначально прописали вот такой отвратительный сценарий чтоб ты как бы идешь сюда как на каторгу все будет очень плохо понимаете и как это как спокойно жить в этом мире как спокойно относиться ко всему что происходит если изначально тебе говорят тебе конец чтобы ты не делал у тебя в конце будет голод и смерть но вообще нормально да такое классный сценарий для игры если инопланетяне есть более высокоразвитые существа но они не инопланетяне может быть андрей александрич не может зайти из-за vpn вполне вероятно вот я как-то этот момент не уточнила но вы понимаете андрей александрич имеет контакте не отвечает а в работает возможно все таки что-то случилось именно в плане попадение домой возможно он откуда-то не доехал не успел не знаю hydra издает звуки да издает еще какие неприятно что невозможно онлайн бизнесом заниматься у меня клиентура и за границей в россии не работает пепел также почта за границу вы знаете я думаю что в скором времени эта проблема обязательно решится я слышала что это как-то можно сделать через крипто кошелек правда могу сказать что это сделать очень сложно там такие заморочки вот у меня там есть человек который занимается крипто бизнесом это он пытается мне помочь и мы уже пытаемся практически неделю этот кошелек как-то реанимировать и вечно какая-то возникает ситуация которая не дает это сделать то есть это еще очень тяжело мне кажется что для того чтобы открыть этот крипто кошелек надо реально нанимать какого-то человека за деньги который будет сидеть прямо и вам решать вот эти все проблемы но это возможно насколько я понимаю хотя мне говорили что при переводе скрипта кошелька можно потерять до 30 процентов но если нет другого выхода приходится идти на такие жертвы видели ли вы новый выпуск дурнева в этом есть но я заметила вообще что этот блогер довольно таки часто любит использовать мои видео для своих роликов постоянно смеяться вот я спрошу у него да если он это видео выставит дурнев ты под чем вообще что ты употребляешь почему тебе все время так смешно я просто вот честно не понимаю а почта за границу когда перестала работать вот этого я не знаю но то что почта перестала работать и даже поезда у нас девушка из игроков не может вернуться домой из хельсинки потому что отменили поезда знаете такое чувство что война идет против обычных людей которые ни на что не влияют на их пытаются раскачать чтобы они верили что они могут на что-то повлиять пошли просто как мясо их потом там в тюрьму покидали простреливали побили просто помели их немного до что типа давайте делайте что-то вы можете что-то сделать они могут конечно пойти на верную смерть это да но иногда когда эмоции человеком овладевают то он действительно считают что он там что-то может сделать максимум что вы можете сделать своим спокойным состоянием немножко уравновесить энергетическую схему земли но идти в мясорубку вы что в этом нет никакого смысла как избавиться от зависимости от еды попробуйте попить полынь это точно поможет можно ли узнать что нибудь о казахстане но вы знаете вот такие приграничные города тоже такой все таки опасности есть опасность того что что-то там может быть честно сказать 50-50 конечно но такая опасность есть так сейчас выпью еще немного этого напитка как он все таки классный я там растворила магнезиум и энергетик он очень вкусный в украине уже нет половины продуктов но есть много для веганов люди это не берут тащит муку соль сахар молочка макароны да вот потому что на самом деле если ты кормишь паразитов грибков и так далее они действительно делают продукты невкусными отравлены вкусовые рецепторы и да я тоже одно время когда еще была мясоедом не смотри я смотрела как кто-то ест там апельсины бананы овощи такая я просто из них откровенно смеялась и говорила как вы можете это есть это что вида ой фу я это не ем то есть я не хотела даже овощи есть и фрукты я тогда ела только спагетти болоньезы пиццу суши что там еще ну вот чисто такой пищевой мусор только когда я почистила рецепторы мне реально стало вкусно есть фрукты овощи я их обожаю поэтому этих людей просто загрязнены рецепты я видела недавно видео где в россии бабки просто накидывались на сахар расхватывали его и рвали пакет это было жутко смотреть я выставила у себя в контакте это видео вы понимаете сахар это настолько вредно я теперь понимаю почему наши пенсионеры сидят вообще без зубов потому что они едят очень много сахара и это конечно трагедия на самом деле это не проблема то что нету таких продуктов это на оборот полезно для организма хоть какой-то детокс но люди к сожалению этого не понимают мне кажется будет вообще война еще хуже в мире давайте настраиваться на что-то хорошее пожалуйста они же пытаются нас настроить на то чтобы мы боялись сейчас идет самая сильная информационная война вы для чего постоянно в новостях крутят только одни проблемы для того чтобы у людей настроить все время на плохой исход если они настроены на плохой исход они своим сознанием наблюдателя формируют такую реальность поэтому для того чтобы произошли очень плохие события они настраивают людей вначале в это поверить если вы не поверите ничего не будет я знаю точно один случай точнее не один случай это случай но многих каналов происходит иногда придумывают истории про маньяков про убийство и так далее которых не было в реальной жизни и они это крутят для того чтобы какой-то человек с более сломанной психикой может быть поддался и подумал вот они маньяки я тоже попробую то есть изначально не так много в мире убийств и вот этого всего что нам показывают как нам хотят представить вообще на самом деле чтобы человек убил другого человека это очень тяжело сделать особенно в трезвом состоянии поэтому часто использую такие программы как мк ультра людей опаивают алкоголем еще какими-то наркотиками потому что в трезвом состоянии не знаю в трезвом состоянии какими-то непотребствами заниматься человек не будет а вот если состояние уже не трезвое вот тогда да поэтому лучше всего переставайте смотреть телевизор для того чтобы не явиться просто пассивным оружием для формирования очень плохой реальности для нас все перемены к лучшему да она это стоит надеяться что в любом случае дальше будет лучше а что еще делать мы не можем способствовать тому чтобы наш мир разрушили валерия можно спросить у андрея александровича будь если у него доступ к инстаграму я дело в том что вконтакте написала но андрей александрович был в четыре часа утра последний раз пять практически и его еще сейчас нет поэтому ну невозможно спросить так как его нет в онлайне все перейдут на крипту вполне вероятно а что делать голод не тетка наличие все болезни согласна согласна чем меньше вот этих продуктов которые мы чуть выше обсудили тем лучше так сильно затронет казахстан такой же я отвечала помню ли о звуки с неба да я их тоже умею вызывать я знаю что это такое у меня предчувствие что скоро начнут падать люди в каком смысле падать вы имеете ввиду из-за нового вот из-за этого модного укола я конечно в шоке с того что происходит те кто сделал уже три дозы я в шоке что с ними происходит как вы думаете где сейчас самое безопасное место или его нет вы знаете я не чувствую такого сейчас сценария где нужно реально куда-то уезжать спасаться но могу сказать что безопасное место вот я чисто чувствую именно интуитивно будет где-то в латинской америке а также в азии а конкретно в непале в горах гималаях в тибете вот чисто мне идет такое ощущение что там будет спокойно и если что-то такое случится я наверное поеду именно туда скорее всего в непал но вы знаете это очень далекий сценарий если еще месяц назад этот сценарий как-то маячил то сейчас я вижу что от тонких планов этот сценарий отошел что такой глобальной войны как хотели раскачать ядерной так далее не будет будут какие-то локальные заварушки как торнадо знаете будет по миру вот так вот прокатываться в определенных местах и смещаться главное не попасть под эту торнадо но такого что прям вот капец будет по полмира полыхать такого я не вижу и думаю этого уже не будет надеюсь по крайней мере но этот сценарий уже отошел валерия есть фильм война миров за а также идет война и поставили буква з фильм про зомби и апокалипсис бредом питом я недавно про него писала это классный намек на самом деле на то что сейчас происходит вы же знаете что в фильмах очень часто дают намеки кстати есть еще один сериал который запретили хотя у него были огромные рейтинги про букву в и буква в означает визитеры посмотрите обязательно этот сериал я была в шоке когда его показывали еще думаю блин здесь же весь план весь план описан иносказательно для умных людей будет все понятно как этот вообще сериал показывают и тут закончился последний сезон который был начали снимать по моему 3 и его запретили везде посмотрите буква з и в реально как вот в этих фильмах за можно воспринимать ее аббревиатуру из войны миров а в из визитеров это абсолютно правда на самом деле сейчас война двух кланов можно сказать вам честно скажу они оба нечеловеческие не тот не другой не имеет отношения ничего к людям ну и вообще если уж это пошло если уж вспоминать истинную скажет так причину создания нашей игры то люди там вообще никаким боком здесь всегда играли скажем так инопланетяне но это не совсем инопланетяне это существа из других квантовых миров более развитых чем мы а сейчас если так судить кто с кем воюет к это лемурицы и атланты то есть киборги и органические люди которые способствуют тому чтобы к нам подселялись паразитом скачет на разговорах яхва и прочее то есть вот этот вот эти два клана они воюют очень много лет уже не только сейчас начали они после падения атлантиды сразу же начали воевать заново только поменялись местами и и сейчас должны прийти к власти киборги атланты и главное что никто ничего не может сделать с этим это прописано уже сценарий матрицу но лемурийцы хотят уйти с множеством жертв и крови они просто так не хотят отдавать власть поэтому сейчас начало бы это все происходить нас запускается да не для счастья и наслаждение а выиграв в игре это не отдать ни капли гаваха и жить для себя не веря религиям и страшилкам полностью согласна это слова истинного игрока думаете львов пойдет под польшу часто об этом говорят я со львова получается куратор и соратница со львова говорит это очень красивый город я там где-то проездом была очень надеюсь что ничего не случится все-таки приграничный город короче говоря будем надеяться что все будет в порядке но такое конечно может быть потому что львов это практически уже польша и менталитет там и разговор язык да он очень сильно отличается например от южно-украинского диалекта то есть это ближе же к польскому поэтому до ментальностью своей люди уже там скажем так и это для меня неудивительно валерия скажите давать информацию о еде в стране где сейчас война это опасно лучше работать на своих или все-таки использовать зарубежной безопасности давать информацию еде а что вы имеете ввиду давать информацию о еде вы имеете ввиду что это как-то связано с волонтерством и вы помогаете с едой или как честно я думаю это не опасно но и что такое еда но вряд ли если бы вы помогали как-то не знаю с какими-то там точками на карте оружием это было бы опасно и давно мне кажется что это такое такое дело не очень опасно и скажем так как вы относитесь к криптовалюте скажу честно я в этом вообще не разбираюсь но придется видимо скоро разобраться интересно что же будет в мире потом но я давала некоторые предсказания по поводу этого это конечно просто шокирует то что будет если все пойдет так как надо именно вот по плану который не против людей за то чтобы все как-то переконвертировать и сохранить то вы будете просто поражены что произойдет за четыре года то есть мы выйдем вообще на другие технологии мир полностью поменяется я бы не сказала что в худшую сторону а как раз таки наоборот в лучшего но он полностью поменяется для людей низко развитых это будет очень плохо но для людей высокоразвитых это все шансы для роста спасибо большое за приятные слова всем так к сожалению андрея александровича так и нет блин очень плохо ну что поделать же раз начали говорить давай давайте уже пообщаемся мире есть только два государства одно государство в котором живут все главы и другое государство где живут обычные люди мы по сути противостояние да между двумя государствами идет это не просто даже государства я бы сказала так это две цивилизации со своими интересами а люди это просто как не знаю книг как рыбы что ли валерия что делать если случайно отменила подписку хотя хотела просто приостановить платежи написала администратору клуба пока ответа нет как можно восстановить доступ можете если не будет ответа в течение недели написать мне я попрошу чтобы администратор вручную вас нашел пищевые рецепторы можно почистить благодаря чистки вот у нас кстати очень скоро начинается просто крупнейшая чистка в клубе не просто чистка как как это было раньше очистка которая связана с выведением тяжелых металлов которые нас скажем так и которыми нас пичкают сверху к сожалению это так увы так более очень часто можно услышать мнение что миром управляют евреи что думать об этом то это уже это часто слышу но я если честно этого не вижу я вижу то что миром управляют определенная высокоразвитая цивилизация и все может евреи они более такие сплоченные они более хитрые более разумные они друг друга уважают друг другу помогают не бросать в беде мало кто этим может похвастаться из других национальностей к сожалению вот я недавно посмотрела пост который меня шокировал пара из россии приехали в мексику девушка была беременна на последний месяц и три недели назад родила видимо это был такой скажем так расчет для того чтобы ее ребенок легко получил мексиканское гражданство заблокировали все карты все карты заблокировали им пришлось выехать из отеля просто них не было денег на билеты обратно и они поселились в приюте ребенку три недели у людей вот такие глаза просто шары они не понимают что делать они оказались безвыходное положение опубликовали в какой-то группе новостной и что вы думаете сделали русские кто-то их пожалел но один комментарий насчитала из 200 где парень их пожалел все остальные говорят и канада дебилы чего поехали чел потащились ребенка в мексику чего вы туда поехали так вам и надо ха 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 вот такое если бы это произошло с гражданами израиля то им бы сразу помогли никто бы там их не осуждал не говорил не не радовался что они попали в такую ситуацию понимаете это ментальность это ментальность понимаете вот почему говорят что у еврея управляет миром да потому что просто они своих в беде не бросают они сплоченные они не злорадствуют чужому горю вот в чем эти люди виноваты объясните в том что у них есть деньги путешествовать а у этих ботов нет и теперь они радуются что люди живут в приюте как бомжи с только новорожденным ребенком вот и все это пристой пример жизни таких примеров миллион я не считаю что евреи правят миром просто евреи живут лучше за счет того что они не бросают своих в беде у них сплоченность они друг другу помогают во всех уровнях в том числе они помогают друг другу и на высоких постах да они стараются везде брать своих помогают своим вот почему они живут лучше а так я считаю миром управляют именно высокоразвитые существа которые используют наш мир как придаток каким-то ресурсам которые они получают а также используют наш мир как игру для того чтобы прийти сюда и получить острые ощущения для например многих богов которые на своих уровнях вообще в них вы жизни ничего не меняется очень скучно очень скучно и они сюда спускаются чтобы почувствовать себя обычными людьми обычным пушечным мясом получить острые ощущения потом вернуться обратно и вспоминать еще это долгое время так да 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 реклама постоянно я слушайте недавно зашла в твиттер и у меня одни сплошные предложения на вот эти вот военные темы придите сюда зайдите сюда зайдите сюда зайдите сюда зайдите сюда я вообще думаю откуда они у меня взялись я ни на кого такого не подписано откуда у меня такие рекомендации вообще я была в шоке то есть людей специально втягиваешь там он такой рекомендует что вообще с ними никак не коррелируется так что пожалуйста напомнить как заварить полынь одну чайную ложку на 200 грамм воды и пьете вредно ли общаться с человеком который убивает людей ну конечно вредно конечно вредно но вам скажу что я знаю таких людей ну нормально честно скажу нормально в принципе это конечно не очень тогда когда ты знаешь ты общаешься с человеком который убил многих людей но в то же время человек например говорит что он раскаивается что он жалеет об этом это снятся кошмары видно что человек жалеет об этом все равно такова работа я знаю таких людей довольно близко с ними общалась ну что могу сказать это реально странно это реально странно но что что вы сделать если человек сам по себе нормальным это какое-то тоже отклонение и думаю как спастись в этой вакханалии вот я как раз сейчас с этого месяца скажем так набираю новую группу людей в свой клуб где посвящу как раз этой теме со всех сторон если например даже что-то случится такое да как как выжить просто даже да как правильно реагировать на то что происходит я надеюсь что нам всем этим воспользоваться не придется но для того чтобы просто скажем так не оказаться растерянными нужно уже начинать сейчас я бы сказала так нужно уже начинать практиковать голодание если вы никогда не практиковали потому что скорее всего будет какой-то голод ну может быть не в полном смысле слова голода а будет очень сильное ограничение ресурсов и скажем так человеку придется тяжело и для того чтобы ему не было очень тяжело нужно уже сейчас начинать себя немножечко скажем так тренировать все нормально у меня с тик током я зашла только что все хорошо он на месте вот мой ник в тик токе валерия лукьянова как и здесь вот мне постоянно набеги ботов на тик ток просто вообще тяжело даже что-то сказать потому что ботом вот реально им просто покажи пальчик они просто начинают не знаю вообще в шоке с того что происходит сейчас любыми люди озверели реально люди озверели очистить рецепторы лучше всего в наших чистка в клубе rx deus кстати да одна неделя чистки у вас так почистится рецепторы те продукты на которых вы не хотели смотреть будут для вас сладкими вот я вам серьезно говорю я сейчас просто поражаюсь с того как раньше мне казались апельсины очень невкусными для меня не были как пластмасса не понимал как можно есть апельсины я реально смеялась те кто есть апельсины а сейчас я обожаю апельсины то есть и действительно можно почиститься звуки с неба 2010 год это ерихонские трубы до звуки начались гораздо до раньше даже 2009 года но это как бы да вот эти вот трубы про которые говорят и они вызваны не просто трубами а техническими скажем так сооружениями это связано с торсионными воронками и также связано с большим адреном коллайдером что будет с теми кто принял три дозы заходите ко мне в тег ток или в контакт я там выставила статью британских ученых это не мое мнение я просто выставила статью и ему то дефицит если проще говоря люди стали очень злыми кидать друг на друга даже мои родители кидаются на меня скажите а они делали укол я заметила что те кто сделал укол ими проще управлять не все конечно есть люди которые получили этот укол нулевочку нулевка это значит эффект плацебо единичка это значит что ладно давайте я не буду это говорить потому что это опасно отключиться от матришной еды почистить рецепторы это надо года изучения темы но одну чистку можно все равно пройти что просто полегче было вообще надо изучать да земля плоская или как пчелиные соты я бы даже склонялась больше к сотам как же повезло вашего мужа спасибо большое в тибете да там очень хорошо да в тибет это как другой мир я была там много раз в гималаях раньше вообще не понимаю почему это перестала ездить в гималайя так хочу туда меня очень сильно туда сейчас тянет просто я бы туда переехала вообще просто и забыла бы обо всем что происходит в этом мире так все надоело вендетта фильм еще есть да интересно я его не смотрела но с по самому названию понятно как по что это может быть фильм ванная миров и шоу трумана вызвали во мне сильный резонанс реакции на правду ни одной другой фильм так не впечатлил за всю жизнь до шоу трумана это вообще когда смотришь шоу трумана только одни сплошные дежавю возникают потому что я с детства чувствовала что я как ток-шоу за стеклом я с детства чувствовала что здесь все пляшут для того чтобы меня только убедить в том что здесь все по-настоящему у меня даже в последнее время появилось ощущение которое появляется очень часто стало возник возникать что все в этот и люди знаменитости дал президенты знаменитости которые ведут за собой людей что они изначально знают что они делают то есть они не просто марионетки матрицы они реально знают что они делают и для чего то есть это как осознанные боты для того чтобы убеждать нас в том что этот мир реален а так они знают что они делают они над нами всеми ржут не заправили удалось выразиться но я четко поняла, что они обо всем этом знают. И также этому можно найти косвенные свидетельства в том, что очень много старых фотографий, а одни и те же морды. Разные времена. Просто. Настолько похожи. Это не просто похожие люди. Видно, что это одни и те же люди. Вот так вот они работают. Правду вы не дождетесь ни от кого. Правда находится внутри вас. И никак иначе вы ее не раскроете, кроме как того, что в какой-то момент вы просто начнете верить себе. Не миру, а себе. Но для этого нужно, конечно, хорошо почиститься от микробиоты, от грибков. Потому что грибки — это орудие матрицы. Это как ящик Пандоры, через который вами управляют. Ведь вы же не думаете, что вам просто так дают такие продукты, от которых вы толстеете, быстро умираете и так далее. Это же специально делается. Это все делается планомерно. И нужно, если вы хотите выйти из матрицы, откажитесь от этих продуктов, которые меняют ваше сознание. И тогда станет все очень понятно. Вовремя я из Одессы перебрелась. Скажу вам честно, я перебрелась из Одессы еще 2014 года. Как раз таки тогда все еще зарождалось. Но зародилось это гораздо раньше. Это все, в принципе, было. Просто это распространялось, скажем так. Валерия, скажите, пожалуйста, лучше давать информацию для публики англоязычной или помогать своему народу, который в беде? Нам очень далеко, опасно находиться в таком месте. Я думаю, что в любом случае из опасных мест нужно выбираться. А давать все нужно по состоянию, по посылу, я считаю. Если есть посыл, давайте. Если нет посыла, не давайте. Но опять же таки, думайте, как это может против вас обернуться. Это тоже важно. Вообще, я считаю, в таких ситуациях нужно поддерживать простых людей, а не какую-то сторону. Потому что обе стороны это... Это к людям не относятся. Люди страдают от этого. Нужно поддерживать, я считаю, обычных людей. Лемурийцы — это те еще гады, я вам так скажу. Лемурийцы — это та раса, которая позволила вот этим всем паразитам прорастать в нашем теле. Они сотрудничают с низшими цивилизациями, такими, как грибки, гидры, паразитарные водные, которые живут в нашем теле, где испортили восьмую хромосому и внедрили на полных правах в наш организм гидру. Это системная матрица, которая всеми управляет, и все паразиты пляшут под ее дудку. Это все с подачи лемурийцев. Поэтому лемурийцы для меня выглядят как абсолютное зло, если честно. А атланты для меня абсолютное добро. Хотя для лемурийцев это абсолютное зло, потому что атланты убирают всю эту паразитарную систему и подключают к искусственному интеллекту, который просто корректирует, скажем так, человека. Просто выравнивает его. Там нет плюса или минуса. Оно просто выравнивает и помогает тому намерению, которое есть в человеке, проявиться наилучшим образом. И пропадают все энергетические паразиты, физические паразиты. Человеком никто не управляет. Он обретает свой разум. Для темных это невыгодно, потому что те цивилизации перестают кормиться, и они перестают получать удовольствие. Для них же сафари — это вообще лучшее. Они всегда занимались сафари на людей. А сейчас это все более открыто происходит. И вроде бы как пропадают люди, ничего страшного. Это же, как бы, вы понимаете, на букву «В» пропадают и пропадают. Это нормально. А на самом деле там происходит такое, что со всего мира могут ехать просто как на сафари. Это вообще нормально в наше время. Эта игра очень жестокая, на самом деле. Очень жестокая. Здесь такие вообще воплощаются бесы в физических телах или просто подключаются, как раз благодаря вот этим лемурийским штукам, типа гидры, паразитов и так далее. Потому что они захватывают сознание, полностью парализуют его. И человек, он вроде как человек, но он уже не человек, понимаете? И это страшно. Это роидное мышление. Самоубийство — это плохо. Вы понимаете, самое интересное в том, что в США, по сути, основали Атланты, но захватили власть кучка лемурийцев. Они захватили власть. Но я бы сказала так, что весь народ ориентирован именно на ценности Атлантов. Думаете, ему нравится то, что сейчас происходит? Многие американцы, коренные, говорят, что состояние страны уже давно перевешивают как к желанию гражданской войны. Настолько люди недовольны. Но этого вам не покажут по телевизору. Это зреет изнутри. Львов, Зальцбург, Питер — это мои любимые по энергетике города в мире. Да. Питер мне тоже очень понравился. В Львове я была проездом, вот в Зальцбурге не была. Но я понимаю примерно о чём. Я обожаю Прагу. Какой красивый город. Вообще потрясающе. Так, дорогие, думаю, будем уже скоро заканчивать. Ещё отвечу на несколько вопросов. Видимо. Андрея Александровича уже не будет. Ну ничего, мы ещё договоримся домой на ближайшее время сделать трансляцию. Видимо, что-то непредвиденное произошло. Так. Валерия, как вы относитесь? Это я уже отвечала. В Казахстане появились дыры в могилах и среди города. Что вы имеете в виду? Просто как провалилась земля или что? Обязательно посмотрю в интернете. Ужас. Конечно, странно. Многие восторги от Питера. Да, да, да. Многие в восторге от Питера. Это правда. Питер – красивый город, но для меня слишком холодный. Я побывала там зимой. Чуть не зашла с ума. Было очень-очень холодно. Наверное, летом бы сложилось другое впечатление. Валерия, что вы думаете насчёт мнения о том, что Питер – это город Атлантов, и в будущем он задействуется, как из-за сна выйдет и станет чуть ли не центральным на планете? Я, кстати, об этом слышала. И полностью поддерживаю. Вспомните, когда была зачистка в Питере, убрали всех людей очень аккуратно, а с Питером всё было в порядке, ни одно здание не пострадало. Да, кто-то очень сильно хранит Питер. Это факт. И, скорее всего, в этот раз будет так же. Если будет какая-то зачистка, то сам город не пострадает. Это действительно какой-то центр, и он был каким-то центром раньше. Сто процентов. Что безопаснее, Германия или США? Вы знаете, я думаю, что ни одна из этих стран не может быть говорить, что она будет в полном безопасности. Я сама сижу на чемоданах, и мне многие говорят, давай уже едь в Мексику. Но у меня здесь остались некоторые недорешённые дела, и я хочу уже как-то их постараться решить. Но в целом, да, я чувствую, что в Мексике, в Латинской Америке, будет гораздо безопаснее, чем в США. Это да, это действительно так. И в какой-то из моментов я, наверное, быстро сорвусь, если что, в Мексику. Жду чистку, когда она начнётся. У нас она начинается по схеме с 10 марта, но уже можно сейчас подавать заявки на вступление, так как у нас, как всегда, ограничено, скажем так, людей, но уже можно подавать заявки. Можно ли оставаться в России или лучше уезжать? Если это касается Москвы и Питера, то можете оставаться. А как в маленьких? В маленьких городах я не знаю, но могу сказать, что скоро начнутся сильнейшие теракты по всей стране. Поэтому будьте очень аккуратны. Вот на данный момент я советую в ближайший месяц просто желательно не пользоваться метро, вокзалами, не ходить ни в какие торговые центры большие, ни в какие кинотеатры, театры, на выставки, никуда. Это очень опасно сейчас. Вот я вам серьезно говорю. Валерия, имею в виду информацию о еде. Это давать ли банальные знания о том, что полезно, а что нет? Ну, почему бы и нет? Можно давать такие знания, если, например, человек не хочет есть, там у него каша, он такой, нет, я не буду есть эту кашу, фу, меня уже от нее тошнит. И тут вы выкладываете пост, какая это полезная каша. Человек читает и думает, ну, раз это так полезно, ладно, съем. То есть, в принципе, это может быть полезно. Мне тоже иногда какие-то продукты не нравятся, а когда я узнаю, какие они полезные, то мне даже они как-то вкуснее становятся. Поэтому, конечно, людям нужно давать какую-то грамотность о продуктах. Они же в хорошее время особо ничем не интересовались, да, они много чего не знают. А сейчас, когда вот так вот плохо, давать какую-то полезную информацию, почему бы и нет, хоть какой-то пользы получать, правильно? К сожалению, люди из стран СМГ злобные. Именно из-за этого хочу отсюда переехать. Кстати, я как раз из-за этого и переехала. Я не могу жить со злобными людьми. Вот честно, если я не сделала человеку ничего плохого, а меня уже просто ненавидят за то, что я просто лучше живу или из-за того, что у меня настроение хорошее, то, ну, очень тяжело жить в таком мире, в таких странах. Вот сейчас я нахожусь в США и живу в Мексике. Вообще, в принципе, я гражданка Мексики сейчас. И что я могу сказать? Я никогда не сталкивалась ни с каким негативом. Единственное, на таможне я иногда встречала расистов, которые ненавидят белых. Да, такое было у меня несколько раз, которые мне сделали большие проблемы. Кстати, пару раз в жизни, да, вот в таких вот, скажем так, государственных службах. Но если говорить о простых людях в жизни, в обычной жизни, очень добрые люди. Что мексиканцы, что американцы, очень добрые, вот просто очень классные. Реально. И мне здесь очень приятно жить. Очень приятно. Вот серьезно. Я просто обожаю американцев и мексиканцев, потому что это очень добрые люди. Так, дальше читаем вопросики. Очень много, кстати, на английском языке. Какая цена вступления в вашу группу? Цена вообще смешная. Пишите в директ, мы вам дадим ссылочку. А, или лучше всего проходите по ссылке в шапке профиля. Там несколько просто есть пакетов. Можно на три месяца подключиться, можно на полгода, можно на год. Если на год подключаешься, по-моему, там вообще цена смешная в месяц по тысячу рублей. Ну, это если сразу покупаете пакет. Ну, короче говоря, цены доступные для всех. Валерия, один раз во сне пришло, что я была на другой планете. Все, были из белого пластика, очень красиво. Были яркие баннеры. Это прошлая жизнь на той планете. Да, скорее всего, так оно и есть. Очень похоже. набег ботов, это так забавно звучит, как набеги какой-то саранчи, но так и есть. На самом деле, вы же знаете, как это происходит. Они же их собирают специально, как бы платят, и дальше боты набегают. Но сейчас вроде бы их нет, я рада. Потому что на прошлый эфир 200 ботов набежало. Ну, достаточно много. Если это рассудить, то что это чистые боты, которые пришли с определенной целью. Так, озверели же совсем не люди, конечно, а те, кто в них аппаратура определенная. Добрый вечер. Когда снова у вас будут встречи, лекции с Владимиром Шемшиком. Очень полезная информация. Здравствуйте. Вы знаете, очень скоро я выложу новую нашу лекцию. Потрясающую, полторачасовую. Очень, очень крутую, очень интересную. И в ближайшее время постараюсь договориться еще насчет одной, потому что мы не успели обсудить все вопросы, которые запланировали. Потому что Владимир это как Андрей Александрович ходячая энциклопедия. И для того, ну, вы понимаете, я один вопрос затрагиваю, а с этого вопроса еще возникает 10 вопросов. И мы так вот на одном вопросе очень долго топчемся. А вопросов-то очень много, поэтому мы будем назначать еще трансляции. Это очень интересно на самом деле. Людям это очень надо. Ведь вы понимаете, что еще важно? Важно еще не просто, знаете, вот информацию, которую дает Владимир, а важно еще то, когда ты спрашиваешь. Ты как бы можешь управлять этим процессом и поворачивать. Например, идет ровный процесс, да, и Владимир рассказывает то, что у него как бы идет по сознанию. А у меня, например, вот другие вопросы и у читателей. И мы немножко сворачиваем в какие-то закоулки, в какие-то дебри заходим. И так намного больше можно выяснить. В общем, я не знаю, получилось ли у меня объяснить, но я вижу в этом такой огромный потенциал на самом деле. Так, чистка в Рекс Делос тоже для грудных. Тоже для грудных. Кормить маму. Я думаю, нет, если вы кормите грудью, то лучше всего не проходить чистку, потому что все равно какие-то токсины будут выходить, они могут выходить в молоко. Так что лучше подождать, пока это закончится. Валерия, что будет с Одессой? Я очень надеюсь, что все будет в порядке, но честно вам скажу, я видела очень плохой сценарий. Очень плохой сценарий, поэтому я вам серьезно говорю, если что-то начнет происходить, да, ну вот вы увидите уже, что вот началось. Срочно уезжайте. Срочно, просто срочно. Так, буквально еще пару вопросов и буду заканчивать. Валерия, смотрели ли вы сериал Дикого Запада от Netflix? Да, смотрела, это мой самый любимый сериал, потому что там написано правда, там полностью правда про наш мир иносказательно. И там, кстати говоря, очень хороший конец. Вот чем меня еще этот сериал поразил? Тем, что обычно в конце люди побеждают, всегда хэппи-энд, а в этом сериале победили киборги. Знаете, что это значит? Это значит, что в этот раз победит добро, а не зло. И я верю, я знаю точно, у меня нет никаких сомнений, что победит добро. Просто зло уйдет с огромным количеством крови, но победит все равно добро. Посмотрите, этот сериал, он реально просто потрясающий. Если углубиться как в метафорическое понимание того, что происходит, то вы найдете ответы на все ваши вопросы. Будет ли мужчина уйти в другую страну? Думаю, здесь достаточно опасно об этом говорить. Лучше всего об этом пообщаться. У меня в Телеграме есть вообще такая возможность. Есть определенная лазейка, как можно это сделать. Но это, конечно, большой риск. Лучше всего вы там меня об этом спросите на моем канале Валерия Пашкевич-Лукьянова в Телеграме. У меня на странице есть такая QR-код, по которому можно войти. Там лучше это обсудить. А то тут можно навлечь на себя большой гнев. Таким ответом. Знаете ли вы исследования Вячеслава Котлерова, автора теории сотовой земли? Очень многие взгляды совпадают с вашими. Все теории не знаю, но я про него слышала. Какие-то видео я точно смотрела, даже не знала, что он, скажем так, тоже сторонник сотовой земли. Обязательно гляну эту информацию. Но если так, то думаю, супер. Ой, у моря, слушайте, появился какой-то смешной парень. Панкейк, Лизард. Такие смешные вещи пишут. Особенно у меня рассмешила фраза Хайль Гидра. Ну вообще, капец просто. Слушайте, ну вы меня просто поражаете. Вы такой прям просвещенный, но действительно сейчас Гидра воюет с искусственным интеллектом. Это правда. Так что вы в теме. Я вас поздравляю. Люди, которые вечно нарушают твою зону комфорта и даже незнакомые, если хочешь потрогать тебя в очереди. Это же Гребница. Конечно, Гребница, он хочет на вас свои споры. Просто, грубо говоря, энергетические, физические наложить. Бали, это наследие лемурийцев. Есть такое ощущение, глядя на жителей Бали. Бали, я вам скажу так, Бали это сейчас самый сильный центр лемурии. Там просто демоны, бесы, точнее, лемурийские, они настолько вольготно себя чувствуют. Я когда попала на Бали, я думала, я ласты склею. Я хотела улетать оттуда, когда только поняла, что все, мне приходит конец там. И в этот момент начал извергаться вулкан, Агунг, или как там он называется, начал развергаться этот вулкан, и я не могла уехать. Я сняла такси, поехала на какой-то большой остров, я уже не помню на какой, и ждала там целую неделю, чтобы появился хоть один самолет, чтобы я оттуда улетела. То есть я на полном серьезе считаю, что этот вулкан начал извергаться для того, чтобы меня оттуда не отпускать, потому что у меня очень мощные энергии. Когда я попала в этот лемурийский эгрегор, они пытались через меня подключиться к атлантам и сделать какие-то гадости, потому что я один из таких мощных представителей атлантов, поскольку отношусь к греческой касте. Через мой канал можно внедриться туда. Ну, в общем говоря, я там очень сильно пострадала. Бали для атлантов это самое опасное место. Никому не советовала бы туда ехать. Это действительно очень опасное место. Это правда. Мне кажется, это изнутри такое разрушение, что хуже просто некуда. Это безумно опасное место. Хочу дружить с Атлантами. Круто. Вообще, на самом деле, вот насчет сторон, вот вы пишете там, что там одна из моих прошлых знакомых поддалась к какой-то стороне. На самом деле, это самое худшее, что когда человек верит или одной, или другой стороне, потому что это все настроено не за людей, а против. И если человек хочет спастись, он должен выйти за эти пределы и посмотреть сверху на то, что происходит, кому это все выгодно. Вот что нужно сделать. А люди, которые не могут подняться наверх и стать наблюдателем, они станут просто пушечным мясом. Это самое плохое, но это их выбор. С этим ничего не поделаешь. Я не говорила, что скоро Россия исчезнет с лица земли. Так что я не знаю, откуда вы это взяли. Такого я не говорила. Я говорила, что могут быть теракты по всей стране очень серьезные. И предупреждала, чтобы не ходили в общественные места. Это правда. Ну, вы сами это все увидите. Виноваты элемурийцы в том, что раса скоро исчезнет с лица земли. Нет, они не виноваты в этом. Это просто такой цикл идет, что им дают пожить 250 лет, потом они меняются местами с атлантами, потом снова, и они вот так вот по очереди меняются. Поэтому никто не виноват, просто время пришло. Просто они не хотят уходить без боя, это понятно. Они хотят покушать перед тем, как уйти. Наесться, скажем так, пожирнее. Где будет спокойнее, в Германии или в Америке? Я бы ни то, ни другое не выбрала, честно. Что ж, дорогие, придется мне сейчас спрещаться. Если что, встретимся на днях еще с Андреем Александровичем, обсудим все эти, скажем так, вопросы уже с ним, потому что он очень хорошо в этом всем разбирается и сможет открыть многие интересные темы. Спасибо, что были со мной. Всем хорошего дня и берегите себя. Желаю всем успеха, удачи и осознанности, что самое главное. Поменьше смотрите телевизоры и негативные новости, потому что, помните, через ваше сознание управляют мировыми ситуациями. Чем больше людей будут верить в хорошее, тем больше шансов, что все будет хорошо. Чем больше людей будет бояться верить в плохое, тем больше шансов, что будет плохой сценарий. Но я верю в хорошее и вам желаю того же. Все, всего доброго, дорогие. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok